На последней подобной встрече населения с Акимом района в прошлом году на повестку дня было вынесено 20 наиболее остро стоящих вопросов. Среди них взятие на контроль котла, которое обеспечивает теплом дома авиагородка, предотвращение весеннего паводка и другие. Пять из 20 поставленных проблем уже решены, рассказал сегодня Айбек Купенов. Канализационная сеть и насосная станция в домах номер 153 и 155 по улице Бугенбай-Батыра взяты на баланс городского отдела ЖКХ. Котел отопления в доме номер 29 в районе авиагородок приведен в норму, а также проведены профилактические мероприятия по предотвращению паводок. В прошлом году были неоднократно случаи в 12 местах по городу, и поэтому мы в этом году определили опасные подтопляемые участки, и район авиагородок был включен в этот список. Сейчас уже начались противопаводки мероприятий, выделены необходимые средства, и в течение февраля до половины марта мы должны завершить эту работу. Но больше всего жители этих районов обеспокоены ситуацией с бродячими собаками. Совсем недавно такая собака чуть не напала на школьницу, благо рядом проходил мужчина, который спас девочку и отогнал животное. Местные жители боятся, что подобный случай может повториться, но уже с более печальным исходом. Собаки, собаки вообще, там, если вы видели, какие здоровые собаки. Шла недавно девочка со школы, собака за сапог, сапоги хорошо, что длинные, за сапог схватила, и это, ну, правда, мужчина рядом был, помог, вот. Собаке надо что-то придумать, они гуляют, это вообще что творится в городке с собаками. А то случится какая беда, потом же кинемся. Так, школа рядом, там они ходят страшно, возле 19-го дома, возле Вани, что там ужас, на площади, я имею в виду тоже. В свою очередь, Аким район ответил, что работы в данном направлении не прекращались и будут продолжены в этом году. По отлову собак хочу сказать следующее. В прошлом году в районах Болошак, Юни-Сити, Авиагородок велись активные работы в этом направлении. Было отловлено 477 голов бородячих собак. В январе текущего года словили 21 бродячую собаку в этих же районах. Работа обязательно продолжится. Также Айбек Купенов отдельно остановил свое внимание на вопросах вывоза мусора в районах Авиагородка, Юни-Сити и Сельмаш. А также отметил, что ответственность за вывоз ТЭБО лежит на подрядных организациях, а за чистоту пролегающей территории на самих жильцах. Здесь большая ответственность у самих жителей. Поэтому в прошлом году, с прошлого года, с октября 2022 года по сей день, были оштрафованы 520, то есть заполнены 520 протоколов. И здесь мы будем продолжать эту работу. И в этом году планируется установить 100 видеокамер. А вообще в целом по району Астана у нас 374 контейнерных площадок. Мы хотим в этом году отремонтировать полностью все контейнерные площадки, закупить более 1000 евроконтейнеров. Так, чтобы поддержать чистоту пролегающих к мусорным контейнерам площадок, в прошлом году было установлено 100 видеокамер, а также выписано более 500 протоколов. Работа в данном направлении будет продолжена и в этом году. Жанна Исалдинова, Юрий Шаповалов, программа Факт.